еще раз про компиляторы большая проблема плюсов что они нифига не сандартизировали и не теоретически, не по факту, свое API то есть то, как оно работает на низком уровне в итоге разные компиляторы используют разные соглашения даже могут разные версии одного компилятора использовать разные соглашения в итоге оно не работает, если вы компилируете, например, часть программы одним компилятором, часть программы другим компилятором и используете плюсы причем часть программы может быть даже часть программы в смысле DLL и EXESION если вы хотите между этим устраивать что-то очень плюсовое то у вас высокой вероятностью, если только вы очень хорошо не понимаете, что вы делаете и как вы делаете оно не заработает в частности, те вещи, которые не следует делать между кодом скомпилированным не гарантированно одним и тем же компилятором не следует, например, бросать плюсовые исключения потому что как обрабатывать исключения тоже отличается в разных компиляторах и дело даже не в том, что кто бросает и кто ловит должны быть одним и тем же а вообще все на пути исключения должно быть этого компилятора ну то есть, пример, если у вас есть ваш исполняемый файл DLL и EXESION он вызывает какую-то функцию DLL которая вызывает какой-то callback который передали снова из этого уже EXESION то есть EXESION один и тот же вот если вот эта функция бросит исключения надежды того, что вот этот же самый код его поймает то полная неудача вот в этом месте оно может пойти очень и очень не так то есть даже не просто код, который бросает но вот исключение должны быть одним и тем же а у вас еще между этим кодом посередине ничего не должно быть другого в итоге все здравые люди не используют цепи плюс между модулями вот в таком месте стандартные интерфейсы между модулями они такие C-шные вы в принципе можете развести там плюсы внутри то есть сделать функцию которая конструирует вам какой-то объект и этот объект передать наружу вызов методов ну еще более-менее с виртуальными функциями там я не помню на сколько все отличается ну так более-менее и в итоге опять-таки мы говорили с вами что методы если не заниматься такими вещами как возраста слишком много они довольно похожи на обычные функции более-менее адекватно компилируются ну плюс-минус парочка заклинаний в духе стекл все такое правильно какой-то пример экзешник вызывает DLL а потом DLL что-то вызывает другой экзешник не, не другой экзешник тот же самый просто первый экзешник передает DLL какую-то функцию например придает какой-то там объект с виртуальной функцией которая вызывает этот DLL по сути происходит переход обратно к DLL по сути а можно повторить что такое DLL это модуль который скомпилирован в виде отдельного исполняемого файла у вас есть исполняемые файлы которые исполняемые под Windows они называются под Linux они эльфы но они все просто те которые помечены как исполняемые и есть динамические библиотеки такие файлы которые тоже содержат код по Windows они имеют традиционное расширение DLL динамическая библиотека предназначена не для самостоятельного исполнения а для того чтобы работать как вот часть какого-то экзешника ну это и есть фактически библиотека но которая не вкомпилится внутрь вашего исполняемого файла а которая поставляется отдельным файликом и подгружается во время запуска ну хороший пример таких библиотек это системные библиотеки которые вы используете из системы в частности различные вина да а где runDLL32 это что runDLL32 это экзешник который загружает библиотеку указанную и передает управление на указанную функцию экспорта то есть передает экспортирует какие-то функции да и вы при помощи runDLL32 можете взять и запустить вот такую экспортируемую функцию если она предназначена для запуска то получится что-то осмысленное если не предназначенное ничего хорошего не получится то есть runDLL32 это довольно такой странный объект для DLL которые предназначены чтобы их просто вот так взять и запускать а обычно DLL не предназначены для того да DLL это библиотеки ну то есть содержат такие функции как апп спринф и подобное которые не образуют программы но они предостаточно для использования программ то есть они содержат именно уже сам код да скомпилированный код но не в смысле вот ваш финальный алгоритм а в смысле библиотеки которую вы можете использовать в отличие статической библиотеки не нужно при компиляции да разница статическая библиотека это скомпилированный код предназначенный для прямо вот запихивания внутрь вашего исполняемого файла и он становится неразделимым целым с вашей программой а динамическая библиотека на самом деле она тоже требует библиотек времени компиляции просто это будут библиотеки не кода а библиотеки импорта да просто сказано что вот такая функция существует она находится в какой-то develop все они довольно маленькие develop импорта мы можем сами написать develop да это выбирается в настройках компилятора ну точнее даже линкера мы прописываем просто кучкой цель dll и она потом не когда ты все это компилируешь ты получаешь обычно две вещи dll и leapfile dll это вот то что будет непосредственно работать а leapfile это то что ты можешь использовать для компиляции программ ну давайте сделаем dll если такие вопросы давайте подмену dll давайте сначала сделаем dll какой смысл есть когда мы даже не понимаем что это то есть для меня какие-то такие самые очевидные вещи это наверное наш курс плюсов это не про плюсы это должно было бы рассказать где-то там это скорее про операционные системы у нас вот лет такого не было нет было в курсе оси на самом деле внимания не обратили ну потому что там это в потоке абсолютно так позрачно у нас на третьем семестре был курс плюсов там где там была лекция да ну давайте сейчас что-нибудь сделаем давайте сделаем какую-нибудь dll я правда с dll я только csharp это я думаю принципиально отличается потому что там такой менеджет 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 и dll они стоят очень извращенные dll с одним импортом этот core то есть оно так только выглядит снаружи как dll а на самом деле это нечто свое вот только прикидывается ну давайте что-нибудь скомпилим можем давайте намного проще начать с того что сделать dll на c и подключить ее к а потом можем попытаться сделать dll на c а если вы открылись из visual студии то вам это без разницы у вас все эти магические ключи компиляции за вас будет поставлять visual студию вам будет лучше все раньше там можно было в проекте наткнуть галочку что мне нужна библиотека или нужно создание библиотеки а сейчас создание проекта а уже проект создан там это переключаться в стол в каком случае какой-то конкретный пометок можно в системную dll вот то что мы взяли это функция системной dll на самом деле мы действительно не указывали эту потому что ты линковалась из visual студии а visual студия нескольких не все если ты сам часто использовал она подключает автоматически если бы ты линковалась ручками то тогда бы линкеру тебе пришлось бы действительно ручками сказать вот использовать такую dll который тебя подключит dll линкер линкер нужен компилятору точнее линкеру чтобы собрать твой код а dll нужна во время исполнения чтобы реально что-то запустить то есть это что-то в духе h файлов и cvp файлов на c где h файлы описывают что вот такая функция существует то есть лип это h файл это да в таком духе а это именно когда они параскрируют так то может и лип если на c можно запихать код я имею ввиду что если собирать статическую библиотеку там будет лип который содержит все внутри а если собирать динамическую то там лип это просто да да на бочке библиотеку откуда ну вот этот у нас box он был предустановлен в какой момент я его установил когда вирус студию ставил или когда нет не значит box это часть системной библиотеки то есть он у тебя есть просто с системы с виндой да и в этом смысле ты получаешь dll да лип файл для того чтобы компилировалось ты получаешь вместе с компилятором собственно почему мы используем вирус студию потому что кроме линкера там еще есть большой набор этих самых лип файлов которые нам не нужно ручками отыскать или создавать а можно просто взять оттуда то есть при установке вирус студию она как-то она ставит себе большой набор лип файлов внутри себя спрашивая у системы где какие у нее нет она не спрашивает у системы у нее есть с собой это происходит просто набор лип файлов про систему она ничего не знает но там все стандартное поэтому они договариваются между собой это теперь стандартный кут вот такой у меня студия она не делала еще бочек не, не надо этого делать надо выбирать пустой проект ну я скажу что пустая библиотека нет, нет, нет правильный проект такой вы вызываете пустой проект дистоп аппликейшн визор вы забираете там длл и ставите галочку empty project вот нефигатый можно просто взять в консоль аппликейшн в нем а нет ну может не надо в консоль аппликейшн даже новый проект создавать а в текущем нельзя такой нет, это проект нет, потому что смысл проекта проект это вот один выходной файл который компилируется длл это отдельный выходной файл а, мы хотим создать длл да так это можно в properties же поменять разве и систему ну в смысле там консоль или винда и выходной файл в принципе можно поменять и мы выбираем empty project да самый надежный способ это выбираете нет, не, не, не empty project консоль нет windows аппликейшн визор это такое да вот это наверное правильная штука и тебе распали просто положите рядом ну во-первых после сборки у вас еще и нифига не будет работать потому что вам нужно сэкспортировать символ о чем это это вот в духе того того что мы писали на ассемблере помните мы писали глобал про некоторые метки чтобы они были видны снаружи если вы не говорите глобал по метке ее видно только из этого файла так вот экспортирование это что-то в таком же духе не то же самое что глобал но по умолчанию под виндой глобальные символы в программе они глобальные только внутри программы и снаружи то есть например снаружи длл их не видно и чтобы символ было видно снаружи про него нужно специальным образом сказать что вот этот символ то есть эту функцию видно снаружи длл чтобы кто-то другой мог вызвать вашу функцию вот это вот называется экспорт у длл как это сделать во-первых есть магическое заклинание у нежао си которое говорит сделать эту функцию экспортируемой но там по-моему оно немножко корежит имена так как длл да поэтому обычно народ эту вещь не использует а использует дев файлы вам нужно создать простой текстовый файлик рядышком обычно с ходом создают и обычно он имеет имя создание вашей девелки . где внутри вы пишете не помню экспорт или экспорт заглавными буквами и на следующий со следующей строчки вы по одному символу на строчку перечисляете ваши глобальные функции которые вы хотите экспортировать ну то есть если вы хотите экспортировать две функции то у вас будет две строчки что первая строчка не должна быть там то ли экспорт пишет то ли экспорт ты можешь ввести def файлы он стоит и там тебе будет пример нет 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 мы не статическая библиотека это совсем другое статическая библиотека это означает что вы компилируете ваш код но на выходе получается лип файл лип файл это скомпилированный код предназначенный для продолжения компиляции в другом проекте ну то есть вообще лип файл это набор объектных файлов все как у вас при компиляции c cpp файлов получаются объектные файлы так вот лип файл в смысле статической библиотеки это просто тупо набор вот таких объектных файлов объединенных в тип архива вот вот что такое статическая библиотека ни больше ни меньше динамическая библиотека это хитрее там тоже есть лип файл но он содержит не объектные файлы а ссылки на вот длл то есть сборка со статической библиотекой ничем не отличается от того что вы просто эти c cpp файлы накидаете в проект вот в том в котором вы используете статическую библиотеку но только больше проблем вам нужно убедиться что ключики компилятора совпадают при сборке лип файла и при сборке вашего финального проекта иначе все может пойти не так дллк это более независимый объект потому что он создает вам вот отдельный скомпинированный файл ну там тоже есть свои проблемы ладно мы должны были сделать дллку у вас должна была получиться дллка и лип файл давайте ее использовать ну давайте в каком-нибудь антишном проекте другом используем знаете другой проект просто обычный проект какой стоит просто экзешный то есть обычная антипроект да да и вот из этого проекта мы попытаемся использовать нашу длл как это сделать ну во первых вам нужно рассказать компилятору о том что такая функция существует то есть вам нужно написать прототип вот той функции которая ваша длл экспортировала где-то у вас не скрепили нет 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 сдаешь новый проект ну это понятно да сдаешь там main который будет вызывать вот ту функцию в длл теперь как сделать чтобы ты из мейна вызвал эту функцию во первых нам нужен прототип такой прототип в курсе прототип это заголовок функции ну то есть ты просто копипастишь из длл-ки заголовок ставишь точку запятую вместо тела в main да вот в том файле в котором ты хочешь использовать обычно это делается конечно не копипастой а выносом ваш файлы но так как у нас все такое мелкое и игрушечное то мы можем просто копипастить а мне надо было найти вот это название самой длл-ки не-не-не у тебя есть исходник а ну просто где я создавал да вот у тебя нужно из исходника взять прототип то есть заголовок функции тебе нужно объяснить компилятору в новом проекте что существует вот такая функция ну там без name margin все то же самое кроме ты копипастишь эту функцию и удаляешь ее тело ну да в законе можно еще и externs написать да если вы используете плюсы то не помешает написать externs ну и там еще name convention если указывать да тоже если у вас не дефолт то тоже не помешает пока пока мы должны все прийти к этапу что у вас компилируется но не линкуется ну должно вам стать ошибками этого теперь нам нужно а чем у нас осталось этот самый экстренно сделать чтобы он вырезал как чтобы слинковаться нам нужен тот самый липфайл который в предыдущий раз мы получили липфайл нужно указать линкеру это можно сделать двумя способами способ номер один можно в настройках проекта указать additional dependencies в свойствах линкера и туда прямо вот воткнуть чуть ли не полный путь к вашей липфайл штучки другой вариант если вы не хотите крутить свойства проекта а ваш цпп завязан на конкретную библиотеку то можно сказать выжил студии такое заклинание ну это компилятор зависит на заклинание да блин надо закручивать и вот здесь вот и не важно где вы пишете прагма это магическое заклинание которое как-то магически влияет на компиляцию ну вот эта прагма она просто ставит комментарий в объектный файл о том что он хочет вот такую библиотеку которую вы дальше укажете то есть в условии компилятора эта команда не делает ничего есть прагма которая влияет на компиляцию а эта прагма просто ставит комментарий о том что хочется такой лимфайл то есть лимфайл да лимф это вот лимф это который у вас получился лимф вот лимф это про то что вы хотите про лимф это комментарий про лимф а это комментарий который потом линкер будет читать да это комментария для компилятора просто текст а линкер это будет интерпретировать как что-то полезное удобно если вы не хотите каждый раз крутить настройки проекта для вот некоторой библиотеки либо нужно засунуть туда где лимф найдет ну например вот эту бабушку где у тебя все лежит в а почему мы не можем полное имя указать? может указать полное имя тогда ничего не надо подсовывать единственное что я не верю про слэшики прямые или обратные или и те и те работают со слэшиками там традиционные проблемы после этого можно запустить и после этого оно должно скомпинироваться на западок мы еще не дошли даже слинковалось да вот оно должно скомпилироваться и слинковаться и сделать вам ура экзешник но экзешник не будет запускаться как он не запуск экзешник не может быть загружен потому что не могу найти библиотеку от которой он зависит как это решить вот вы берете вашу дл и кладете папочку рядом с экзешником а при компиляции нам нужна только лип при компиляции да вам нужна только лип а при запуске вам нужна только дл вот теперь ты находишь дл которая была создана в предыдущем проекте и кладешь ее рядом с экзешником который создал данный спасибо все обратите внимание что релиз и дебаб создают экзешники в разных местах так ну что вам а в чем тогда сейчас вы не понимаете в чем плюс вот мы создали дл это исполняемый файл непосредственно нет это не непосредственно исполняемый это файл содержащий исполняемый код но он не запускаемый в отличии от статической библиотеки статическая библиотека еще раз это просто набор obj файлов точно так же они компилируются вместе с программой где мы их используем ну фактически да статическая библиотека ничем не отличается просто от набора obj файлов а лип тогда он как лип лип который содержит просто объектные файлы вот наш который мы сейчас создает динамические нет это тот лип который создается если ты скажешь статическая библиотека вот там помню при создании проекта там еще была опция статическая библиотека Я имею в виду, вот сейчас мы созданы динамическую библиотеку, как она работает, почему, то есть это системно, вот в этот момент, вот как работает динамическая библиотека, динамическая библиотека, во-первых, при компиляции ты получаешь отдельный файл, который, ну, в каком-то смысле исполняемый, то есть он выглядит внутри себя как экзешник, только у него стоит флажок, что я библиотека, то есть у него нет точки запуска, нет мейна, у него просто вот набор каких-то функций, почти. Это дейлок, да? Да. Дейлок содержит уже готовый, скомпилированный, готовый к исполнению код, но это не запускаемый код, то есть у него нет мейна, чтобы было стартовать. предназначено для использования в экзешниках, в которых есть мейн, вот мы создали второй проект, там у тебя есть мейн, он запускается, и он запускает функцию внутри дейлок. То есть я скажу о операционных системах? В момент загрузки экзешника, операционная система ищет все дейлки, на которые ссылаются, на которые есть ссылки в этом экзешнике, и подгружает их. Если она не может найти какую-то дейлоку, ты видела сообщение об ошибке, система говорит, неудача, я не могу найти дейлоку, которая нужна данному экзешнику. В память. То есть у тебя экзешник запускается как? Он загружается в память, и система загружает в память же все остальные зависимости этого экзешника, то есть дейлоку. Ну и что я вам могу предложить, чтобы лучше понять происходящее? Есть такая... Есть еще вопрос. Вот мы когда используем статические... ой, мы используем когда системные библиотеки динамические? Без разницы, абсолютно одинаковая работа. Мы же туда лип, мы не забрасываем лип в наш... Да, потому что либо про системные библиотеки есть сразу в компиляторе. То есть внутри Visual Studio есть большой набор лип-файлов, ты можешь поискать. Там найдется и Kernel32Ali и разные другие системные библиотека.lib Но по умолчанию Visual Studio подключает лип-файлы только к парочке системных библиотек. Если используешь какую-то менее широко распространенную системную библиотеку, то тебе все равно придется указать, что тебе этот лип-файл не нужен. То есть он найдется внутри компилятора, но про него сказать либо в настройках проекта, либо вот так вот тебе все равно нужно. Например, если ты используешь сокеты. Для сокетов системная библиотека есть, к ней есть лип-файл, но о том, что ты используешь сокеты, нужно вот явно сказать, иначе лип-файл не подключится. И оно скажет, что он организовывает экстренно. То есть все то же самое справедливо и про системные библиотеки, они ничем не отличаются с точки зрения компиляции. А с точки зрения выполнения отличаются только тем, что они автоматом поставляются вместе с системой, и вы о них можете не думать, они всегда есть. Здесь про ваши DWL вы должны думать, ибо их может не оказаться, и вы видели, что будет. Вот в этом зале. Как посмотреть на всякие внутренности? Есть такая прога, как... Тип. Еще со старинно-гословских времен. Вот можете скачать там поступную демо-версию, и несложно найти полную версию, но на остальные демо-версии устроить. Никто не пофикс-демо-версии. Эта штука основное предназначение 16-речный редактор, но она умеет разбирать .exe-файлы, в смысле .pe и .elph, и показывать разную информацию вот о файле. В частности эта штука умеет показывать импорты и экспорты. Что ваш файл импортируют из разных библиотек, и что он экспортирует. Через визуалку это ты не то смотришь. Через визуалку ты ставишь точку останова, и в памяти смотришь, как оно располагается. А это мы смотрим, что происходит в файликах. Нет, для этого тебе нужно запуститься. Если у тебя не запускается, то посмотреть, что происходит на самом деле, можно только так. То есть для того, чтобы вот так посмотреть, нужно, чтобы оно запустилось. А DOS по 64 живет? Нет, на самом деле .pe файлики, они начинаются все по стандарту с DOS-овского заголовка, который запускается, если вы из-под DOS-а запустите ваш экзешник. То есть если ваш новомодный 4-битный экзешник запустите из-под DOS-а, так вообще начинается исполнение программы. Как вы даже подлетите к этому программу? А, ты будешь про DOS-овский игр что-то сказать? Тогда еще раз нажимаю Posting, он показывает тебе DOS-овский заголовок, и 10 entry point, на что можно давать F5. И вот, это DOS-овский код, который будет исполнен. А где спрашиваю? Сейчас. Да, да. Вот такое вкомпируется во все, во все экзешники. А почему смухнет себе? А, по секциям. Нет, оно все в начале. Сейчас он дезассимблирует. Ну вот, а где эта строчка? Только она вот. Я просто смотрел на нее как на код. А, он ее как код произносит? Он уже не знает, кто она. Но я думал, раз он по секциям смотрит. Нет, это не секция. Есть допуски заголовок, это одна секция. Это были интересные новости, что у нас есть хорошие шансы в ближайшем время отправиться всем на удаление. А это нам предлагают или это диктуют? Ну... Я с утра только маску попросил на входе надеть. Ты понимаешь, что маску на входе совершенно ни о чем? Особенно сейчас. Нет, ну до этого как-то... Нет, ну это абсолютно ни о чем. Это просто изображение деятельности. Вместо самой деятельности. А имеется в виду университет закрытый? Да, но учитывая, что ситуация не очень, и ЛТ закрылась. Да, ЛТ, кстати же. Это первый. Классно. А вот целую практику... Ну, на самом деле, я думаю, это полезно, учитывая, что у вас до третьего курса дожили с этим проблемы. Полезно осознать, как оно на самом деле работает. И... 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 Здесь есть и про Сенбер тоже вещь. Вы откройте ваш экзешник? Какой? В Хиеве откройте. Не знаю. Хорошо. Серьезно, можно сразу... Что тут много ноликов стоит? Где? Вот тут много ноликов. Ну да, потому что это заголовок. Вот. Вот заголовок, и в нем куча ноликов. А... А... А вот сейчас проскакот его? Да, да. То есть он... Так он интерпретирует как код, так он интерпретирует как шестеречник, а так он интерпретирует как текст. Ну, потому что он уже не знает, что в конкретном месте находится. И... Оно реально может находиться в другом месте, что в городе. Ух... 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 Ну что, мы должны открыть экзешник? Да. Откройте ваш экзешник, скомплированный на ревизе. Да. Давайте посмотрим, как вызываются наши функции. Что такое, Джо? F8 и F5 нажмите? А, нет. F8 и F5 будет не то. Ээээ... Нет, нет. Нет, нет. Еще раз, F8 не надо нажать. F8 это... Вот это F8 продосовский экзешник. Снова F8. Вот это, который экзешник биндолу. Угу. Угу. Ну, ты можешь нарядить F5, но ты не совсем туда попадешь. Ты попадешь в... Настоящую точку входа, которая вот... Сишный рантайм. Угу. А на мейне? Да, на мейне ты так просто не попадешь. Угу. 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 Не, мы пропадем. А найти по тексту нельзя полный. Ну, это все. Подчеркиваю. Угу. Нет, его нет. Хекс. А, он... Но в технике не сказано где он. Долтуре, все. Ммм... Шучу, что делать с минимальным обсудением? Это, видимо, пытается типа MPA какой-нибудь. Как он? А... А давайте... Я делаю такое извращение. Заодно вы посмотрите, что так можно. Давайте экспортируем из экзешника наш мейл. На самом деле экзешник тоже может экспортировать функцию. Да. Ты можешь сделать def файл к экзешнику и то же самое все указать. И у тебя экзешник будет экспортировать функции. Да. Чтобы другие... А, ну просто бы... А, ну просто бы... Просто бы... Ему все равно. Да. То есть, экзешник тоже может экспортировать функции. Тогда нам надо main в extern. Нет, а main и так extern. А чего это значит? Вы об этом и не знаете, но main... Фактически... Нет. Фактически... Потому что ринкуется там уже по правилам. А ты начал .dx создавать файл, да? Да. И как он называется? Main. Вот. И теперь мы видим наш main, который мы можем посмотреть. То есть, самый простой способ добраться до main, это его экспортировать. Ты еще изначально? Можно еще и заставим на ровную звук. Нет. На самом деле... Более цивилизованный способ это... Подключить дебаг-информацию... В pdb-шник. Чтобы узнать про то, где находится символ. Для этого программ дебага... Да, да. Для этого огромный pdb-шник как раз указывает расположение символов и прочее в скомпилированном коде. Это фишка Visual Studio, которая для него нужна? Нет, это фишка Visual Studio, потому что разные компиляторы, если под разные платформы используют разные форматы доставочной информации. Но pdb-шник это стандартный дебаг информации под биндой, и ее много кто понимает. Иди понимает ее сходу, а архив ее понимает, если туда поставить платильчик. Ну вот, про то, как вызываются импортированные функции. Если вы напишите колумб F, где F это импортируемая функция. Эта, в которой мы так экстерн... Нет, экстерн это внешняя функция, в смысле просто как вы все написали прототип. А импортируемая функция это которая... Не просто внешняя, а внешняя еще и находится в DLL. Вот каким образом она скомпилируется? В чем разница между просто внешней функцией и внешней, которая в DLL? Просто внешняя, она становится известна линкеру в момент линковки. То есть линкер собирает вместе вашу программу из объектных файликов. И расставляет смещение в командах call на те адреса, по которым эти функции окажутся в вашем финальном инзешнике. Это должно быть понятно. Но те функции, которые импортируются, в момент линковки же неизвестно, где они находятся. А вот в том линкер файле, который описывает DLL, там что-то неизвестно. Нет, там просто сказано, что такая функция экспортируется такой-то DLL. А, то есть адресов там нет? Адресов там просто в принципе быть не может, потому что адреса определяются системой при загрузке DLL. И DLL-ка эта штука, она еще и перемещаемая. Почему? Потому что, когда DLL-ка загружается, тот адрес, по которому она хочет загрузиться, уже может быть занят кем-то. Другой DLL-ка или даже самим экзешником. Поэтому DLL-ка может не суметь загрузиться по одному адресу и систему ее переместит. Это раз. Во-вторых, те всякие смещения, которые находятся в DLL-ке, они не очень осмысленны, потому что, когда вы перекомпилируете DLL-ку, ваши смещения могут поплыть. Но это никак не повлияет на код, который вызывал ваш DLL-ку. Ну да, совместимость. Да, поэтому они не очень связаны. Как сделать, чтобы он работал? На самом деле, вот этот колл, он не может переходить на вашу DLL-ку. Просто синтактически. Поэтому, когда вы пишете GO F, Linker вам создают такую псевдофункцию F, которая состоит из одной команды GMP. вот на такую штуку. А два подчеркивания IMP подчеркивания F, это двордовая переменная, которая заполняется системным загрузчиком в момент загрузки. После загрузки DLL-ке, вот в эту переменную, в вашем экзешнике, системный загрузчик прописывает реальный, настоящий адрес той экспортируемой функции из DLL-ке, которая вам нужна. Поэтому если, давайте попробуем на Assembler написать, если вы просто напишите call и функции из DLL-ке, то после компиляции мы можем посмотреть, что оно компилируется в call на вот такой вот переходник, который уже делает реальный вид. Просто по Assembler должна на Assembler написать функцию, которую создавал для DLL. Ты из Assembler можешь вызвать, да, функцию, которая для DLL. Если ты скажешь по той функции, в которой ты прототип написал, два подчеркивания DLL-импорт, то компилятор будет знать, что эта функция импортируемая, и он сразу поставит call вот такой. Хотя можно еще что-нибудь поговорить и на этом закончить. Потому что нам будет себя чувствовать сразу, что это уже не хватит. Зато DLL-ка будет. И на самом деле действительно очень полезное знание, если у вас их вообще не было, про то, как оно работает. И еще даже немножко вам Толе могу рассказать. Вот когда DLL-ка виндой не может быть загружена по родному адресу, оно все равно работает. Каким образом? Вот вы можете посмотреть на содержимое экзешника или DLL-ку. И там будет прямо такая секция .reloc. Секция релокаций. Что это такое? Это такой массивчик адресов, где в вашей программе используются абсолютные адреса. Например, когда вы делаете mov.ex, глобальная метка, то у вас вместо глобальной метки компилятор подставляет адрес вот этой глобальной переменной. У вас получается такая ссылка на глобальную переменную по ее прямому абсолютному адресу. Чем это плохо? Тем, что если ваш код будет перемещен в другое место памяти, очевидно, что все такие абсолютные адреса станут неправильными. Не все команды используют абсолютные адресы. В частности, команды jump и call они используют относительные. То есть там в команде кодируется не абсолютный адрес, а расстояние в байтах до той метки, куда перейти. Поэтому jump и call они прекрасно перемещаются по памяти, им ничего не будет. А вот команды вида mov.ex, и адрес, вот такие команды сломаются, если код будет перемещен в другое место памяти. Почему оно не ломается, когда система перемещает DLL? Потому что при компиляции компилятор, точнее линкер, строит табличку всех-всех адресов в программе, где есть абсолютные адреса на объекты этой программы. И если системный загрузчик решает загрузить программу по неродному адресу, тогда он идет по этой табличке и все вот эти вот адреса исправляет на дельту, насколько он переместил ваш код в память. Делает то, что называется релокацией, перемещением. А еще раз, для чего нужно перемещать код? Если у тебя, например, DLL-ка, а адрес памяти, куда она хочет загрузиться, уже занят другой DLL-ка. Ведь DLL-ки грузятся же в произвольном порядке, и вполне может оказаться, что кто-то уже занял этот адрес. Если бы DLL-ки грузились только по своему родному адресу, то часто бы вообще ничего не работало. В последнее время модно и экзешники тоже грузить по неродному адресу. Почему? Потому что это якобы поднимает безопасность и бла-бла-бла. То есть новые экзешники по умолчанию компилируются тоже с таблицей релокаций, и их можно тоже переместить, если система их перемещает по неродным адресам предогрузки. Старая, то есть не может переместить? Если экзешник скомпилирован без релокации, то, очевидно, она не может его сделать, потому что нет информации о том, что она будет управлять. То есть она даже его в слог не может кинуть? Ммм? Она даже его в слог не может кинуть? Нет, она не может его переместить в памяти, в смысле, в его виртуальном адресном пространстве. В смысле, выкинуть его из памяти на диск, она может легко, это не проблема. Но потом придется загрузить в то же место? Нет, в то же место, в смысле, в виртуальном адресном пространстве. Не вы путаете в виртуальном адресном пространство и физическую оперативку. Мы сейчас проблема именно в физическом. Нет, мы говорим сейчас про исключительно виртуальное адресное пространство. Про адреса с точки зрения логики вашей программы. Физической оперативки у нас пока не видно, она будет, видно ее только попозже, когда будем говорить про режим работы процессора. То есть виртуальное адресное пространство? Это вот те ваши указатели, которые вы используете. Да, да, да. Просто проблема в том, что вот, например, мы загружаем наш взэшник, где используются динамические взлеты. Да. Несколько. Одна загрузилась, заняла место, вторую пытаемся загрузиться, а там место уже дает. И в этом случае... Ну, не столько места, а тот адрес, по которому фашкот компилируется под какой-то адрес. А это касается... И этот адрес, он легко может быть занят. Например, другой дллкой. И взэшник грузится довольно рано в адресное пространство. И поэтому шансов, что ему не хватит места, мало. А дллка грузится потом. И вполне может оказаться, что другая дллка уже заняла эти адреса в памяти, под которые скомпилированы ваши дллки. Понятно, нет? Когда ваш код компилируется, то все ваши меточки превращаются в реальные адреса. В константы. И мы, когда компилируем дллку, мы думаем, что мы начнем рецептировать. Да. То есть компилятор рассчитывает, что дллка будет начинаться, будет загружаться в ВОС какого-то конкретного адреса памяти. Но когда системный загрузчик фактически попытается загрузить дллку, может случиться неудача. И окажется, что этот адрес занят. Потому что шансов довольно много, что он будет занят. Потому что если вы ничего не настраиваете, то все ваши дллки рассчитывают на один и тот же стартовый адрес. Он очень популярный. Это единичка и там куча нулей. И он почти наверняка будет занят. В итоге нужно как-то сделать, чтобы дллка продолжила работать по не родному адресу. Вот в разных системах это сделано по-разному. А в какой момент, какая последняя? То есть сначала компилируете дллк, потом компилируете все дллки? Нет, это независимо. Дллки про дллк ничего не знают. Лучше мы компилируем вращая дллку. Они не связаны. А вот здесь вот, ну вот я смотрю через вот этот хит. Вот у меня, допустим, вот функция конкретная, она вот с такой-то дллки прошла. Могу здесь как-то взять, подгайдить и свою поставить? Ты можешь поправить экзешник. Ну вот у меня экзефайл, вот я его смотрю через хит. Да. Вот я хочу написать вместо kernel32 свою дллк. Могу вот прям здесь сделать? Да, ты можешь исправить, вот найти таблицу импорта, найти где там указано kernel32 и исправить kernel32 на свое значение. В этой версии я там редактор отключен. Как сделать, чтобы у вас прямой вызов был? Вы делаете экстерн, не подчеркивание f, а два подчеркивания imp, два подчеркивания f. Да, подчеркиваю. Одно подчеркивание imp, одно подчеркивание от того, что f. И здесь ставите вызов косвенный. Да, у нас это будет практически прямой. А если мы используем jump, то тогда нам надо еще на stack пушить адрес возврата? Не-не-не-не, это call на jump. А вы будете писать call вот этот прямой. Вы не будете писать jump. Вы просто будете писать вот такой call. И на самом деле цикварленный DWL там следующая история. Обычно DWL ищется в следующем порядке. Сначала смотрится каталог рядом с экзачником, а потом системный каталог, путь и так далее. За одним исключением. У винды есть в реестре список к новым DWL, которые не смотрятся рядом с экзачником, а сразу же смотрятся в системе. То есть такие вещи, как kernel 32 и прочие, глубоко системные вещи, они занесены в ключик реестра и они смотрятся сразу же в системе напрямую. А если какая-то библиосека такая, даже системная, но не очень какая-то системная, какой-нибудь xinput, который отвечает за всякие устройства ввода DirectX. Оно как бы системное, но это не ядро системы. Оно нет новым DWL, и если вы ставите свою DWL с таким именем и вы кладете ее рядом с экзачником, тогда именно она будет загружена, а не то, что лежит на этой системе. Поэтому, чтобы подменить DWL, нет необходимости править экзачник, вы можете просто сделать обычную DWL с таким же именем и положить рядом с экзачником. Кроме kernel 32 и i6. Кроме некоторых системных DWL, которые non-DLs, да. Но вы обычно не хотите их править, потому что там слишком много функций. А если вирус захочет поправить? Еще раз, это нужно очень аккуратно править, чтобы все не обрушило. Нет, я видел, что есть просто проги, с которыми нужно запускать программу, в которую ты хочешь DWL или как-то поставить другую. Это вроде работает, но, например, не работает. Есть такие штуки, их можно делать по-разному. Самый простой способ заинжептить DWL в прогу, найти DWL, которая не очень системная, но используется прогой, и предложить свою DWL с такими линиями. Только вам нужно будет аккуратно пробросить функции из своей DWL в системную, чтобы ничего не сломалось. То есть нужно заэкспортировать ровно те функции, которые экспортирует программа, импортирует, и внутри своей DWL пробросить системную DWL и прокидывать эти функции туда. Я хочу скопилить DWL, в которой будет, не знаю, функция memset, например, которая вместо того, чтобы делать, что должна, будет делать то, что хочу я. Так. Я хочу ее кинуть рядом с экзешником, экзешник запустится и потянет вот мою DWL. Иначе системный загрузчик не загрузится. Попробуй, например, сделать так, чтобы твоя DWL не экспортировала то, что хочет экзешник. У тебя системный загрузчик опять поругается, что не могу найти экспорт такой-то в DWL такой-то. А в данном случае для меня поэкспортировать это просто написать прототип всех этих функций с подписью DWL экспорт. Ну, я бы сказал, не с подписью DWL экспорт, а с DWL файлом. Потому что DWL экспорт немножко кореже, ты не знаешь? Ну, экстренсии. Нет, оно будет довалять подчеркивание, которое ты не хочешь. Не хочу. Может, вообще не писать прототип, а сразу импортировать из правильного библиотека? Нет, нет, нет. Ты правильно, ты пишешь свои, как бы, функции с прототипами тех, которые должны быть. Внутри своей DWL, лучше всего, наверное, предогрузки, тебе нужно погрузить системную DWL. Внутри своей DWL? Да. Сделать там всякие GetProc адрес. Если ты пишешь на C, то у тебя будет каждая функция выглядеть как red. Вот. Настоящий адрес, который ты получил через GetProc адрес. и передача всех аргументиков туда. Если ты пишешь на Sendere, то для всех остальных функций ты просто можешь сделать jump на адрес, и все аргументы автоматом передадутся, и возвращаемое значение автоматом передастся. Вот он. Вот он. Вот и так. Я, конечно, те штуки делал в основном, чтобы вот, вправить средства ввода-вывода некоторым игрушкам, потому что они не видят никаких настроек. Вообще, как-то не модно делать сейчас настройки. Ну, кстати говоря, систему защиты, такое тоже не все не видят. Потому что вы, на самом деле, никакие файлики из игры не правите. Даже в памяти. То есть всякие контрольные суммы и прочее у файликов совпадут. Ну, вот загрузится немножко не та дэвэллка. Многие системы защиты это пропускают. Хотя, в принципе, оттуда можно сделать многое что-то. А как они могут защищаться? Они проверяют, что целостность файлов не нарушена. То есть они проверяют контрольные суммы файлов игры. Нет, в смысле, вот, они могут как-то защититься от дэвэлл-жетчика? Конечно, могут защититься. А как они, типа, смотрят, там, как-то, узнают, где лежит дэвэлл-ка, который... Ну, как минимум, они могут приотчислять список всего, что загружено в процессе, и сливать это на сервер. Где уже потом на сервере, в зависимости от извращенности, они будут смотреть. Есть там подозрительные объекты или нет? Можно считать контрольную сумму директории. Нет, директории это и бессмысленно считается. То есть от того, что пользователь, либо не пользователь, либо еще какой-то там сетап, или кто-то еще накидал всякого мусора вам посреди игры, это совершенно неплохо. Так, вроде, никто не делает здравому. Ну, если не здравому, то, что делать, я вас не слышал. Системы защиты не все отличаются здравому. Но вот такой способ чего-то переназначить в плане управления, когда они сделают кривое и не сделали настройки. Супер актуально. Сейчас что происходит? Вот эта идиотская картинка, которая на один скрине в десятке, она вот захардкодена внутрь системной DLL-ки, которая подписана электронной прописи. Ну, пожалуй, нет. Чувствуете вообще степень идиотизма? То есть DLL-ка содержит внедренный паршивый джпек. А он не паршивый. Ну, паршивый. Почему? Ну, во-первых, потому что он джпек. Во-вторых, по-моему, это убогая картинка для старта ДНД. А они что меняются? Нет, это они потом сделали настройку. Исходной ее не было. Нет, это сама картинка меняется. Или же они потом сделали настройку, чтобы можно поменять. Но от этого внутренние DLL-ки не изменятся. Исходной у них не было такой настройки. То есть исходной вообще даже было не поменять. Потому что она просто захардкодена внутри DLL-ки и ничего не сделает. Это современный дизайн программ, как не надо делать, когда вы будете писать программу. Подписывать джпеки. Нет, не надо их внедрять в DLL-ки. Подписывать электронную подпись. То есть нормально, что код подписан. Но сейчас, что DLL-ку прям как в пакет ресурсов использовать, что ли? Да, да. То есть не надо такие вещи запихивать внутрь DLL-ки. Это глупо. Внутри экзешника. Без разницы. А почему тогда? Ну, потому что это не те вещи, которые являются частью кода. Но если у меня иконка программы, например. Иконка программы это нормально. Но вот если это такая большая жирная картинка, которую пользователь явно может возникнуть и желание поменять, то очень глупо запихивать ее внутрь экзешника, как часть экзешника. Как сделать из дампа памяти работающий экзешник. То есть можно взять и дампить память и сделать с этого работающий экзешник. Но нужно решить две проблемы. Во-первых, нужно решить проблему импорта. То есть нужно имена, если адреса, переделывать обратно в имена. И во-вторых, нужно восстановить релокацию. Если вы хотите, чтобы то, что вы сдампили, грузилось не только по этому адресу. Автоматика не делать? Такое уже есть? Автоматика не очень. То есть там с теговольной ручками нужно проработать. Но вот в колле есть плагины, которые... Вообще есть внешние плагины, которые дамп сырой. Они вправляют ему импорты. То есть можно сдампить экзешник. И потом сделать из него работающий экзешник. Он применяется, например, для распаковывания экзешников. Когда его понапакуют всякой дрянью. Вы можете поймать место, где распаковщик уже все распаковал, но программа уже не началась. Потому что если оно начало разговаривать с системой, то когда вы сдампите, оно уже не будет работоспособно. Потому что код-то такой же, а системное состояние изменилось. Поэтому вам нужно поймать программу вот в самом начале настоящем ее, когда ее распаковали. После этого сдампить ее, чтобы она была сразу же как... Потому что не все упаковщики поддерживают распаковку. УПХ довольно широко используют. Упаковка распаковка. Он имеет официальную распаковку. SFX типа который? В смысле он имеет официально распаковывать обратно упакованные экзешники, возвращать ее распакованные. Не только в памяти. А и файлик может распаковать. Но опять-таки некоторые гады специально правят. УПХ, чтобы нельзя было распаковать, и не знают с чем они это делают. Поэтому по поводу есть разные эти лзы, которые несмотря на это не распаковываются. Ну достаточно обычные сражения. Упаковка экзешника это в смысле... Сделать из него такой самый распаковывающийся архив, но самый распаковывающийся в память. Да. Очень популярно было раньше у авторов Delphi. Потому что Delphi выдавал экзешники даже минимальным размером по несколько мегабайт. Народу было очень стыдно, и они все дружно продавали свои экзешники, чтобы они не выглядели так неприлично. В общем, получается, что упаковщик-распаковщик плюс объем... Ну, да. Активом меньше? Да. На самом деле это даже может дать ускорение при запуске программы, если у вас медленный носитель. То есть, если время на распаковку меньше, чем время на загрузку. Ну, учитывая, что сейчас у всех нормальных людей сердешники, то это не так. Но некоторые все равно любители паковать свои дешники. Хотя по современным идеям это не очень хорошо. Опять-таки, это будет понятно, когда мы будем говорить про сопоставление физических и логических адресов. То есть, сейчас паковать экзешники это скорее так. Старое будет. Ну, обычно, что экономят, когда пакуют, обычно экономят трафик. Потому что за трафик обычно, кстати, платят. И упаковать инсталлятор имеет очень большой смысла. Но упаковать экзешник не особенно осмысленно. Потому что... Сейчас кто экономит вообще место, где венчестере упользоваться? Никто. Все любят развести там по десять копий одних и тех же файликов. По принципу... А, не жалко. Так. Ну, я вам могу дать... Что-то, что у нас там почти конец. Задачку. Про конвенции вызова и длл. Ну, она такая... А, да. Я вам не дорассказал немножко про всякие релокации. Вот. Релокации это, с моей точки зрения, очень здравое решение проблемы. То, которое применяется под линдой. Под линуксом они продолжают сказать идиотизмом. А именно они требуют, чтобы все их дллки, были скомпилированы, как позишненнентипендент колл. То есть, чтобы просто в их дллоках не было абсолютных адресов. Ну, как раз с фишками, типа... XurYT и XR, вернее, колл. Нет. В смысле, колл следующая команда, и она делает поп для того, чтобы узнать адрес. Вот всякой этой фигнёй разбавляется ваш колл, чтобы превратить абсолютные адреса в относительные. И они до сих пор страдают этой ерундой. Почему это ерунда? Потому что это не бесплатно с точки зрения выполнения. Ну, например, под то, чтобы хранить вот эта база, от которого всякие адреса отчитываются, на это обычно тратится регистр. А учитывая, что у нас всего 7, свободно, минус регистр – это довольно больно. И все вот эти вот вычисления относительных адресов по ходу работы программы – это не бесплатно с точки зрения действия. Это надо считать. Винтовый механизм – это дополнительные действия только во время загрузки. То есть это происходит один раз при запуске программы, и все равно пользователь ждет, что ее загрузят. И дальше она работает с полной скоростью. Свой профит есть из этого? Какой? Никакого профита. Ну, кусочки, а можно в памяти подменять. Зачем? Ну, вот, работает квинсервер 20 лет подряд. Вы выкатили новый октябрьский апдейд. И что? И берут и просто в памяти подменяют. Нет. Не подменять дэвелку. Если ты так сделаешь, то оно порушится. Под видой тоже есть ход апдейд. И оно работает не так. Оно подменяет тебе в таблице импорта адреса на новую копию дэвелки. То есть в память процесса прогружается новая копия дэвелки и аккуратненько вправляются импорты. Потому что если ты просто прогрузишь новую дэвелку поверх скай, и кто-то находился посредине этой дэвелки, ему станет очень плохо. Да, синхронная сделана. Какой синхронная? Как ты сделаешь? Трайф кейдж. Какой трайф кейдж? Оно сразу покрэшится. То есть оно работает по принципу загрузить новую дэвелку и вправить таблицу импорта. А когда можно будет удалить таблицу? Это просто адрес. То есть если ваша программа имеет эти самые адреса где-то внутри себя, то он не будет работать. По-другому делает. Они правят начало каждой функции на команду jump на новую копию дэвел. То есть я к тому, что я считаю, что этот падеж на тебе этот копия полный дэвел. А из-за чего? Просто так. Просто десятка. Вот мне ни разу не платный. Просто десятка. А ты включай с компьютера право. Вмсвичсис. Вернул да. Вмсвичсис. 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 Мелким шрифтом. Ого. Если вдруг. Вы так не пугайтесь. То есть дэвелки идейно работают также под линуксом, но с одной поправкой. Очень интересно. Что от вас хотят позишн-дэвелку. И соответственно, когда вы компилируете дэвелку, вам нужно указать компилятору, чтобы он генерил крик-код. Надо играть с fp. Да. То есть это такая глупость, которая до сих пор у них происходит. дэвелки. А я так думаю, что это больше по историческим причинам. Они это оправдываю типа коды шеринг и бла-бла-бла. На самом деле, да, умеют делать коды шеринг и про элокации. То есть это фигня, а не аргументы. Ну, что-то проще. Ну, это раньше было проще сделать, да. Почему они до сих пор затачат, непонятно. И еще под Linux такая печаль, что по дефолту там любят экспортировать все функции. То есть здесь вы пишете, я хочу сэкпортировать эту функцию, и у вас экспортируются только вот эти функции, которые вы написали. А там по дефолту экспортируются все глобальные функции. Чем это плохо? Тем, что там опять-таки извращенная система, что глобальные функции, они взаимозаменяют. То есть если вы взяли какую-то дэвэлку и написали там функцию с таким же именем, как у другой дэвэлки, которой хочется процессу, подгрузили свою дэвэлку раньше той, то по этому имени будет вызываться функция из вашей дэвэлки. Шикарно, да? К чему это приводит? Ну, во-первых, кроме некоторого хаоса с загрузкой, и нужно пройти правильным путем, это еще и нафиг убивает оптимизацию. Потому что если вот эти вот любые глобальные функции могут быть подменены, это означает, что вызывать их можно только сквозь таблицу импорт-экспорт. Если же у вас функция не экспортируется, тогда компилятор, например, может ее заинлайнить, может ее как-то соптимизировать. Но это он имеет право делать, в которых есть эта внутренняя функция. Вот поэтому вы можете обнаружить в различных Linux проектах код обильно посыпан комментариями static по функциям, чтобы они не экспортировались. И там это действительно может дать выигрыш, потому что иначе оптимизатор нифига не может с ним сделать. И экзешники просто пухнут от этих экспортированных функций, которые все равно никому не нужны, и экспортировать теперь их не собирался. Ну давайте вам задачку про стеки. И мне давно пришлось решать следующую проблему. Есть дейлок. Дейлок, которая подгружается в какой-то процесс, и дейлок создает свой трэд. Крутится внутренне. В чем проблема? Проблема в том, что дейлоку в любой момент могут выгрузить. Трейд оставил. Да, если дейлоку выгрузят, то есть ее уберут в ценностях на пространство, тот трэд, который крутится по этим адресам, он внезапно возьмет и упадет. Потому что у него падает и исчезнет код, который он выполнил. Неудача. Вопрос, как сделать, чтобы оно не падало. Делать, по-моему, вкуса, типа, которую можно будет из этой дейлоке вызывать. Нет, ты делаешь, чтобы твой дейлоку грузит не твой код. Ну, хранить вместе с каждым правилом. Он себе вызывать ничего не будет. Может, мы дома подумаем? Ну давайте дома подумаем. Я вам дам даже небольшую подсказку, что вот флажки, которые ставятся, на самом деле трэд хочет вызвать и на 50 рем. А этот трэд делает после чего трэд хочет сделать. А, если мы выйдем в трещь к секции, мы не зашли в процесс, то есть шаг, у них куда-то тот локт отпустится. Шаг? Если мы будем выходить из этого мейна, дейл или нет. Из дейл или нет. То, вот мы можем быстренько выйти, скажем, что тот завершится, сколько локт уже не будет, и снова выход. Нет, код дейл вернешься. Тебе уже некуда дейл на встречаться. Я тебе же запомнил адрес. Код выгрузится, там будут нули. Выход из дейл или нет, это все, конец. Нет, это просто джамп оттуда. А, нет смысле выход. Джамп оттуда, это не выход. Да, не выходите. Уж какой-то. Ну, не важно. Нет, давайте более... Проблема в том, что... Такой пол-фабрикат решения. Здесь он заинтересовался. С этой вайдой, с этой вайдой, с этой вайдой. Программа «Убьюру и войны»? Да, нет. Это установка флажка, который можно подождать на цивилизованном. То есть, если вы ставите глобальный какой-то флаг, то, чтобы его подождать, вам нужно крутиться в цикле. Да, в спинлоге. Да. А это ивент, который можно ждать цивилизованно через систему и не грузить процесс. То есть, вы делаете... Что-то будет и push. Вот ваш ивент. Потом... Call... Что-то... Ну, нужно... Set... Event. Что-нибудь делаете... Какой-то push... Call... Ну, вот вам примерно такое хочется за окончание треда. Тамара. Но проблема в том, что когда вы поставите event, вот эти две команды уже могут быть выгружены. Хорошо. А мы не можем в рамках потока войти в критическую секцию и сообщить системе, что она вообще нельзя сейчас выгружать. Это как в Linux есть такая фу-очередь сверху. Съёпал. Не знаю. Какого-то... Но я такого понял. Мы же можем просматривать стэк этого треда и мы... Стэк этого треда и во время call он же записывает... На стэк пушает адрес возврата и смотреть в основном потоке изменился... Ну, если... Зачем мы здесь возвращаем? Можешь мы сделать... Теперь мы будем точно знать, что тред вышел. О, кастомный код возврат. В окно. Но положено в секре еще не зашел эту функцию. Не, ну вот... Возможно, у тебя какие-то идеи появляются. Я сказал, что кастомный код возврата. Да. Смотрите, что вы хотите. Вы же не хотите особенно дальше ничего считать. Посмотрите, что вы хотите, чтобы после сет-эвент вызвался exit thread. Да. Нас только не прервали. У вас проблема в чем? Когда сет-эвент вернется вот сюда вот, вот этого кода может уже не быть. Нафига ему возвращаться сюда? Запушить и вместо call jump сделать. Ну, да. В общем, в итоге я сделал даже на C конструкцию, но чтобы ее сделать, нужно понимать, как это выглядит на Сембре. То есть вы вначале проектируете на Сембре конструкцию, а потом вы думаете, как составить стичные петеряты сделать вам такое же. А есть это какой-то смысл? Практический смысл в том, что тебе не надо приделывать свой подкусок на Сембре. Ааа. Ну, и как мне, в частности, подобная конструкция будет работать с Сембре. И опять у тебя внешне пустыня. А по тестам никак нельзя. По тестам. По тестам. Довольно сложно, потому что попасть на ситуацию, чтобы вот ровно в этот момент ДЛК выгрузили, это нечастые события. И проверять вот такие проблемы трэдов, это довольно сложно. Миллиард запусков сделать. Это ничего не гарантирует. А в реальной жизни надо такое делать или можно забивать? Ну, в реальной жизни, мне кажется, у меня ДЛК падала. Почему я и за этим не занялся? То есть, да, я откровенно падал. На выходе, я некоторое время не забыл, потому что редко падал. А потом решил это нормально сделать, чтобы она не падала. Почитал, и вы знаете, ничего-то нормального решения нет. Максимум, что предлагают, вызывается Q-трек. Триминейтер. 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 Триминейтер не впечатлило, когда я прочитал описание. Я подумал, что нормой можно как-то более цивилизованно. Ну и вот. А зачем нужен поток, где ДЛК? А зачем нужен поток, где ДЛК? Ну, потому что ДЛК что-то делает. Она хочет сделать что-то асинхронное. ДЛК выкачиваем, типа курла какого-нибудь. Сайтики в качестве. На самом деле ДЛК она просто окрашивала железку, а функции, которые экспортировали, сразу возвращали значения. То есть функции спрашивали про состояние этой железки. ДЛК она делала в своем трейде, а по вопросу извне просто делала мемкопивая состояние и наглядно возвращала.